привет друзья представляю вашему вниманию ганза 704 d это обновленный 704 все тот же 704 но теперь он с d2 не 440c а d2 вот в этом уже еще некоторые изменения произошли и мы сейчас пройдемся по ним я очень рад что у меня появился этот нож я могу сравнить его со своим любимым 704 еще стареньким в то время как только ганза выпустили 704 если прикупил и вот он у меня есть и сейчас мы его сравним с обновленной версией но сначала давайте посмотрим что у нас есть в принципе стон вош такое у нас рифление ну g10 замочек аксис планера облегчены . клипса механика великолепно все летает под собственным весом что удивить меня что удивило сразу в этом ножа я его когда открыл у него совершенно нету люфта и и так странно у меня вот на моем старом у него есть небольшой люфт у него прекрасная механика я его люблю отличный нож но у него есть небольшой люфт для того чтобы он ну хорошо ходил поэтому вот небольшой люфтец есть а на этом совершенно нету люфта такой есть небольшой шат этому ножу уже не соврать лет десять на десять лет нами точно потому что вру не буду врать нет наверно десяти нету лет 67 на где так вот а здесь нету совершенно никакого люфта и я так странно на носу на подшипниках что и судя по всему я так посмотрел он на подшипниках точно я не скажу не разбирал его но судя по всему он на подшипниках вот потом значит стали у нас d2 и механика великолепно так значит давайте сравним тогда его теперь с предыдущей моделью значит эта модель 440 си ганза которая была выпущена еще в начале на старте ганза он такой ломовит и я его пересвел пересвел в 03 поэтому у меня спуски выше и пропала надпись ганза я blackwash и сделал вот поэтому не делайте то есть не сравнивайте вот напрямую здесь спуски выше потому что и он был перед видео так давайте сравнивать значит здесь у нас 447 на первой версии на версии обновленный d2 значит здесь дальше мы идем g10 у нас на новой версии у него более крупная текстура более крупная текстура на старой версии более мелкая текстура замки аксиса смотрите на старой версии у нас вот такой вот шпиньки такие хорошие вполне на новой версии они такие закругленные вот тоже очень хорошие вполне так значит на на старой версии фурнитура у нас все винты черные и клипс у нас тоже такая черная вороненая на новой версии все на светлые клипсы тоже светлые так потом лайнера лайнера у нас на первой версии не облегчены это целиковая железяка такая целиковая ну то есть целиковая не в новой версии они облегчены так и сведение сведения к сожалению я не помню какое было на 440 сит тоже по моему какой-то 0607 так сведение значит 06 на по всей длине и кончику вот на этих ребрах у нас к миллиметру она поднимается то есть он такой ломовит 06 ну толстоват сведем на мой взгляд так насечки насечки у нас одинаковые ничего не изменилось хорошие насечки эргономика 704 многие люди любят хороший нож рабочий теперь он в d2 так давайте я его сравню с крысой для понимания габаритов так рабочую область у нас аналогично крыси и ручка у нас покороче поменьше так все хорошо работает тут все летает приятная такая игрушечка здесь принципе вопросов никаких при этом полное отсутствие люфтов за счет подшипников но за счет того что подшипники появились грязь защита уменьшилась поэтому на шайбах грязь защита поменьше то есть если подшипники подшипники попадет грязь то будут ну то есть он будет сложнее уже открываться именно открыть закрыть он поприятнее конечно вот так давайте тогда что еще разберем и порежем построгаем хотя собственно что тут разбирать тут все и так понятно ну в принципе давайте разберем так еще что я хотел сказать значит приезжает он вот в такой коробке по-русски тут все написано моделька так здесь мы имеем макулатуру ганза рекламная и здесь кстати вот показано что он на подшипниках сделан видите там разберем посмотрим вот и чехольчик для хранения ганза тулс приятный вот так же идет у него есть сертификат для кого-то это не имеет значения но мне кажется это хорошо сертификат есть и есть и он как бы хуже от этого не будет если какие-то вопросы вдруг возникнут особенно если у вас поезд там за 2 минуты до 15 минут до отхода поезда начинаются какие-то вопросы то имея такой листочек он не будет лишним ну каждый конечно для себя сам решает в общем на мой взгляд сертификат лишним не будет так ну собственно еще разок пройдемся и давайте порежем построгаем посмотрим на что он способен на мой взгляд хорошо бы его пересвести потоньше ну то есть 0 5 хотя бы потому что 0 6 но это уже многовато но многие используют этот нож как инструмент очень там потом достаточно безжалостно и один вот мы товарищ он сломал кончик у одного из ганзиков потому что он там ковырялся где-то в замке его специально для такого безжалостного использования наверное такое сведение будет лучше ну ладно давайте разберем порежем построгаем до конца и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...